Привет, друзья! Ставьте лайк и обязательно пишите комментарий. Представители оппозиции высказались, что чрезвычайное положение в Молдове началось сразу после захвата власти ПДС. Такое ироничное мнение выразили некоторые представители парламентской оппозиции, которые считают, что введение чрезвычайной ситуации на два месяца необъяснимо, ведь ПДС обладает абсолютной властью в стране, и Молдова ГАЗ уже перевела деньги Газпрому. С другой стороны, власти говорят, что введение чрезвычайного положения на 60 дней необходимо, поскольку международный рынок природного газа является непредсказуемым, отмечает IPNMD. Представители фракции партии ШОР в парламенте говорят, что аннулирование чрезвычайного положения должно было произойти сразу же после объявления о том, что Молдова ГАЗ полностью рассчиталась с Газпромом, ведь таким образом исчерпался и риск прекращения поставок газа. Деньги были переведены, и на первый взгляд проблема была решена. «Зачем нужно было 60-дневное чрезвычайное положение? Я понимаю, что из госбюджета будут выделены средства и на остальные месяцы». Под видом чрезвычайного положения выводятся средства из госбюджета, что дает повод думать, что ежедневно происходит кража госденег. Когда-то именно таким образом были предоставлены госгарантии, сказала депутат от партии ШОР Марина Таубер в ходе передачи «Пятница с Анатолием Галя» на РТР Молдова. В то же время представители фракции блока ПК РМ по СРМ говорят, что введение чрезвычайного положения совершенно нецелесообразно и необъяснимо в условиях функционального парламента, который мог бы утвердить выделенные деньги из госбюджета компании «Молдова-газ». Чрезвычайная ситуация началась в Молдове с 11 июля прошлого года, когда выиграла ПДС. Кризис в энергетическом секторе обусловлен некомпетентностью. Из-за этой некомпетентности страдают люди. Страдает имидж страны за рубежом в условиях, когда страна не может выплатить 32 миллиона долларов. Это забавно. Они выделили 75 миллионов на приобретение оружия у американцев. Тогда были деньги. Деньги на повышение заработной платы судьями КСМ есть, а 32 миллиона не найдены. Парламент функционирует. В парламенте ПДС имеет большинство. Есть правительство, где все министры являются со стороны этой партии. Есть президентура. Зачем нужно было устанавливать чрезвычайное положение? Если бы премьер пришла в парламент и сказала, что ей нужно одобрение шести законопроектов, кто не проголосовал бы за них? Сказал депутат Блока по КРМ-ПСРМ Владимир Односталко. С другой стороны, представители власти говорят, что введение чрезвычайного положения не предполагает ограничение доступа средств массовой информации к публичной информации и запрету протестов. Чрезвычайное положение было объявлено в связи с ситуацией в энергосекторе. Чрезвычайное положение ничего не имеет с запретом протестов. Оппозиция успешно протестовала в президентуре представителей одной профессии, провели акцию протеста без каких-либо ограничений. СМИ отражают абсолютно прозрачно и свободно все события. Я не думаю, что кому-то были ограничены права и свободы в результате установления чрезвычайного положения. Сказал депутат ПДС Виталий Жакот. Чрезвычайное положение было объявлено на национальном уровне на 60 дней. Согласно закону в период чрезвычайного положения, при необходимости, осуществляется рационализация потребления природного газа, создаются быстрые инструменты для сбора платежей от потребителей за использованный природный газ. Также может быть установлен специальный режим закупки природного газа в быстром режиме или выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа в случае необходимости. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.